Ну я нашел, нашел. Сколько литров? Где-то 40 точно есть. Хоть полукучи соберем. Освобождение от урока математики не освобождает от расчетов на уроке. У Кирилла и Андрея глаз наметан. Для них это уже 22-я чистая акция. За это время Кирилл Волков стал очень педантичным. Даже маленького засохшего листочка на земле не оставляет. Убирает все подчистую. Наш город должен быть чистым. Потому что если мы не будем следить за ним, он превратится в большую помойку. Как наша городская спалка. Но в первую очередь эта акция предназначена для общения. Коллектив нужен, чтобы убрать нашу территорию. Есть люди такие, которые мусорят. А есть люди, которые этот мусор несут в помойку. Но мы за этими людьми должны убрать. Убрать территорию в 2 гектара собралось больше сотни школьников и их родителей. Участок в 50 квадратов расчистили от листвы буквально за 40 минут. И столкнулись с проблемой. У нас еще возникла небольшая проблема. То есть не каждый может принести мешки. И получается так, что у нас не хватает мешков. Нам приходится выкидывать листву. И с пустым мешком иногда обратно приходить. И это при том, что в ГСТК участники субботника получили больше 40 грабель и сотню мешков. Последние, наполненные мусором, как и прежде, выносят за территорию школы. И опасаться поджога, как это случилось в прошлом году, теперь не стоит. Может быть, конечно, к сожалению, с проезжающих машин что-то выпало в виде горящих окурков. Но был такой случай. Надо отметить работу ГСТК, потому что они оперативно впервые убирают практически сразу вместе с нами все наши ветки, все наши мешки. Поэтому мусора не остается, я надеюсь, не останется на сегодняшний день. К слову, помимо уборки мусора, старшеклассники еще и бордюры покрасили. В дальнейших планах навести порядок не только на территории Альма-Матер. Семен Шульгин мечтает собрать хотя бы несколько человек в команду чистого десанта. И провести субботник совсем в другом месте. На нашей речке, которая находится за школой, я бы там тоже с удовольствием убрался, чтобы нам было более приятнее купаться там летом. Там мусор, бутылки стеклянные валяются постоянно. Были случаи, когда я прыгал в воду, у меня, получается, ногу поцарапал. Свою инициативу шестиклассника звучит в ближайшее время одноклассникам и учителям. Анжелика Павлова, Денис Лугов. Программа «Город». Программа «Город». Программа «Город».